Суббота 8.45 утра отделение государственного предприятия документ в Херсоне. Из микроавтобусов, припаркованных неподалеку, выходят люди. Записываются в журнал, выстраиваются в очередь на лестнице сервисного центра. Откуда приехали автобусами, рассказывают неохотно. Этот парень из Крыма согласился поговорить с нами на камеру. Из соображений безопасности мы не можем показать его лицо и специально изменили голос. Визу не получишь. Это как бы очевидно. Потому что, сами знаете, санкции, все эти дела. Крым то ли оккупированный, то ли российский, то ли украинский, то ли война. Ну, ничего не понятно. Внутри сервисного центра людей в очередях направляет вот этот человек возле входной двери. Говорит, помогает в очереди по собственному желанию. Работает водителем. Возит из Крыма желающих получить украинский загранпаспорт. Ну, привез. Два человека у меня было. А вы как много сейчас к крымчанам? Сто процентов. Как крымчане централизовано автобусами ездят за паспортами в Херсон. В сообщении в Твиттере, с которого мы начали расследование, упоминается компания Баспанда. На сайте предприятия с домином РУ отдельная закладка оформления украинских документов. Дело поставлено на поток. Звоним и спрашиваем, можно ли съездить за заграничным паспортом на материковую Украину и сколько стоит такой вояж? Чаще всего крымчане приезжают за загранпаспортами в выходные, рассказал нам водитель одного из автобусов, который доставил крымчан в офис государственного предприятия документ. Мужчина согласился на интервью со спины. Человек 100-150. Это по выходным, будни, дни 50-60 человек. В основном едут из Симферополя, то есть вкладывается стоимость билета от точки Симферополя до Скирчи. В основном от Симферополя стоит 1000 рублей билет, 1500-1200, смотря с каким перевозчиком. На автобусах дешевле, на автомобилях чуть-чуть. До админграницы крымчан везут автобусами с крымскими номерами, затем пересаживают на транспорт с номерами материковой Украины, рассказывает водитель. И это звенья одного бизнеса. А вот что пишут пользователи Твиттера, под сообщением, с которого началось наше расследование. А как же мечта паспорт с курицей? Да и бандерасов не страшно. Не гребите всех под одну гребенку. Или считайте в Крыму и Донбассе всех предателями. Путину верите? Ну если честно, то они нам жить не дают. Мало того, что в паспорт и не попадешь, так еще и аптеки и магазины выносят. Из-за этого и цены выше, чем по Украине. С ваших слов выходит, что все, кто проживает на оккупированных территориях, предатели. Тогда вы со Сталиным и с коммуняками одной точки зрения. У меня знакомые через неделю собрались ехать. Съездят, тоже отпишут со слов первоисточника. Будут делать биометрику и загран. Мы расспросили крымчан на полуострове, ездили ли они за границу в последние пять лет, и каким паспортом для этого пользовались. Я прибыл тут из Германии по биометрическому, украинскому паспорту. Ну по Европе паспорту, который вот такой загранпаспорт биометрический. Я за это. Кто что дает, там и идите. Я за это. Если мне в России дали паспорт и сказали, будет работать, и можешь работать в России, я пошла так. Украина дала, сказала, будет работать, все, иди. Я пошла так. Не делали его загранпаспорта. У меня просто муж в МВД работает, а у них там запрещаются, не советуют. Из-за этого я сама без ребенка, ну, без мужа не поеду. Я сама из Украины, то я даже не знаю. Украинского паспорта у меня загранпаспорта нет, у меня было возможности опомнить. Опять же, из-за того, что муж работает в полиции, я ездить в Украину не могу. Я никогда за границей не думала. Возможность, что есть, только визу надо было открыть. У меня дочка в Италии живет. Я вот при Украине туда ездить, а при России еще. Предлагали там через Украину получить, купить паспорт, получить паспорт деда в Керсоне, потом через Украину поехали. Там мы в Китайне задумались, что об этом? Не пускаем. До военнослуживания. По Украине, в Австрию, по без визу. Через Москву на звезу берут. А что я там делаю? А нам зачем? За границу зачем я поездил? Не хочу. Я в Абхазии когда-то был. Ну, а что мне там делать? Я в своем родном городе. Лучше какой-то. Вот смотри, сколько денег платят, чтобы сюда приехать, отдохнуть. А я здесь живу. Во-первых, севастопольские загранпаспорта нигде не действуют. Это раз. Чтобы мне ехать за границу, это мне надо в Кахляндию ездить. Мы под санкциями. Наш паспорт нам нигде визу не дадут. В русской песне, как поется, не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна. Никогда не выезжала и не собирала. Я всю свою страну объездила, всю, всю Камчатку. Мы живем за границей. Но украинские загранпаспорта выдают не всем крымчанам. Нежелательных лиц просто не пропустят на админграницы, и в Херсон они не доедут, объясняют в Госпогранслужбе. Мы пользуемся базами данных, где есть информация, в том числе и от других правоохранительных органов, о лицах, совершивших преступления и разыскиваемых. Также мы обращаем внимание на граждан, которые едут впервые. Никогда не ездили, а тут вдруг гражданин едет. В наших базах данных содержится информация о тех паспортах граждан Украины, которые остались невыданными на момент оккупации. То есть это чистые бланки, которые остались там, и, соответственно, информация об этих документах также внесена в наши базы данных. Если гражданин появляется с таким документом, это повод для обстоятельной беседы. Никаких дополнительных документов для оформления загранпаспорта у крымчан не требуют, пояснили в Государственной миграционной службе. Процедура одинакова для всех граждан Украины. С начала весны 2014 года по настоящее время оформлено более 166 тысяч паспортов гражданина Украины для выезда за границу. Из них более 78 тысяч заказаны из подразделений Херсонской области. Главное требование миграционной службы – крымчане должны подтвердить свою личность и свое украинское гражданство. Дмитрий Евчин, Ирина Домащенко, Никита Исайко. Крым. Реалии. Дмитрий Евчин, Ирина Домащенко, Никита Исайко.